Вот такое впечатление, что кто-то приставил пистолет к виску, собирали дань с простых врачей и медсестер. Пытались показать, что именно такой способ убережет горожан от коронавируса. 60 тысяч гривен каждый месяц. Я лично не верю. Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе Кропивницкий – это крепость против коронавируса, священники на колесах, медицинская коррупция в Александрии и балонь в конце рейтинга глав облгосадминистраций. Эта новость облетела все центральные СМИ и вызвала во мне смешанное чувство. С одной стороны гордость, а с другой стороны недоверие. Кировоградщина – единственная область в Украине без коронавируса по состоянию дел в субботу. Этот островок здоровья выглядел так, как будто даже коронавирусу наплевать на Кировоградскую область. Да ладно! Но это шутка. А вот не шутка в том, что вполне возможно в области или скрывали наличие коронавируса, или просто-напросто не тестировали, ну чтобы не испортить статистику. Если не дай бог последнее, то это преступление, ну вот как, например, демонстрация первомайская во время Чернобыля в Киеве. А то, что коронавируса не было в области, я лично не верю. Потому что только в соседней Каменке Черкасской области 18 случаев заражения коронавирусом. Это только известных, а неизвестных непонятно. И как оказалось потом, больной из Каменки ездил на рентген и консультацию в Александровку. И зная наших людей с таким низким уровнем ответственности, то можно сразу предположить, что вместе с собой больной привез и коронавирус в Кировоградщину. Но на утро воскресенья было известно о четырех случаях коронавируса. В Кропивницком три заболевших и один в Долинской. В общем, Кировоградская область не продержалась в стороне от пандемии. Теперь задача и чиновников, и волонтеров, да и простых граждан сдержать этот удар коронавируса. Поэтому я призываю обеспечить прежде всего всем необходимым врачей. Средствами защиты, лекарствами, аппаратурой, транспортом. Сейчас в приоритете те, кто сможет вылечить тех, кто заболел. Это их час, их время, на них все надежды. Как говорил президент Франции Макрон, это война. И это может быть похоже на 2014 год против интервенции России. Тогда потребовалась сплоченность всех и армии, и волонтеров, и простых граждан. На этой неделе Зеленский расставил кураторов-олигархов по областям Украины. Так сказать, разделил страну по сферам влияния. Официально для помощи в борьбе с коронавирусом. Что еще раз доказывает, что страна на государственном уровне нифига не готова к эпидемии. Кураторов в народе сразу назвали или обозвали «смотрящими» по привычке. Так вот, смотрящий на Кировоградщине от Зеленского Андрей Веревский, бывший народный депутат и совладелец компании «Кернел Групп». Сам он из Полтавы, так что к управлению областью херсонскими добавились полтавские. Чем занимаются Кировоградские, например, непонятно. По-видимому, Зеленский просто Кировоградским не доверяет. По отношениям Баланя и Веревского, мне пока что тоже ничего не известно, но не в пользу Баланя, говорит недавний рейтинг от издания «Деловая столица». Они ориентировались на данные государственной службы статистики. Так вот, глава Кировоградской обл. госадминистрации там из 23 коллег на 17 месте. Баланя не может на Кировоградщине справиться с безработицей. В области одна из наихудших динамик количества кадров. В области мало строят жилья и в аутсайдерах область по инвестициям. Единственное, в чем, в принципе, может похвастаться Балань, это первое место по динамике экспорта товаров и услуг. В общем, показатели так себе. Область в аутсайдерах. Очень надеюсь, что такие показатели не скажутся на отношениях Веревского, куратора Кировоградщины, и, так сказать, губернатора Баланя. Чтобы не было, как отношения куратора Харьковщины Ярославского с губернатором Харьковщины кучером. Я просто поражен такому губернатору. Я считаю, что просто наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. То есть я приложу все свои, я буду просить, я не знаю, кого просить, чтобы был у нас действительно достойный партнер в регионе, с которым можно иметь дело. А по деятельности Веревского и сайта Кировоградской обл. госадминистрации известно, что Кернел Групп развернул штаб. Деятельность самого штаба я пока до появления больных на COVID-19 не увидел, но на этой неделе посмотрим. Зато я увидел массовое антикоронавирусное ралли по дорогам Кропивницкого и Александрии священников Московского патриархата. Нарушая правила дорожного движения, я напомню, что в кузове пикапов возить людей в Украине, в принципе, это запрещено, священники разливали, как они говорили, священную воду по городам. Вот, например, в Кропивницком и Александрии водители сняли священников на телефоны и смонтировали вместе с музыкой из охотников за привидениями. Получилось смешно. Видимо, работники церкви пытались показать, что именно такой способ убережет горожан от коронавируса. В Кропивницком, как и в Черкассах, как, например, и в Одессе это не помогло. В Запорожье даже с иконами облетели город на вертолете, по-моему. Тоже мимо. Вот это да! Коронавирусу совершенно все равно, сколько воды разольют священники и на чем они ездят или летают. Больше того, я вам скажу, что COVID-19 даже не знает о существовании священников. Поэтому, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. В смысле, мойте руки, держите дистанцию и сидите дома на карантине. Совковая система медицины потихоньку вылазит из всех щелей. В Александрии на взятки погорели медицинские чиновники. Цитирую официальный язык. На Кировоградщине разоблачили группу лиц, в состав которой входили должностные лица структурного подразделения управления здравоохранения одного из городских советов, которые организовали схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от подчиненных младших медицинских работников в виде откатов. Сумма полученной неправомерной выгоды составляет 60 тысяч гривен. На человеческом языке дело обстоит так. Представители Александрийского управления охраны здоровья собирали дань с простых врачей и медсестер. 60 тысяч гривен каждый месяц. То есть получает медсестра премию и относит к кому-то, если надо. Судя по сообщениям, фотографиям в сети, все это темное дело происходило в кабинете депутата местного совета Татьяны Темник. В общем, прекрасная у вас городская власть, Александрийцы. Если медсестры скидываются чиновникам Александрийским по 60 тысяч гривен, то почему вы просто Александрийцы, кстати, еще не носите в горсовет деньги? Дань. Или носите, и молчите, и терпите. Какое-то, знаете, не самоуправление в Александрии, а рабство. И что самое неприятное, вот этот вот совок именно в системе здравоохранения за шаг, да уже какой шаг, уже при эпидемии коронавируса. Кстати, про готовность Александрийских больниц к эпидемии рассказывает местный активист Кияшко, который протроллил состояние инфекционного отделения Александрийской городской больницы. Там даже тумбочки разваливаются. Но зато, напомню, чиновники исправно от медсестер получали дань. А вы говорите, реформа не нужна. Ой, как нужна, чтобы перекрыть кислород Александрийским коррупционерам. И еще одна фигня с медициной теперь уже в Малой Виске. Там практически детективная история. Итак, Маловисковская центральная районная больница, которая определена базой для оказания медицинской помощи при заболевании коронавирусом COVID-19. Так вот, из-за неудовлетворительного финансирования там не хватает ни средств защиты медиков, ни оборудования для лечения потенциальных пациентов. Вот такое заявление больница выставила у себя на официальной странице в Фейсбуке. И написали, что в больнице, которая должна принимать потенциальных пациентов с коронавирусом, нет даже рентгена. Но потом удивительно, но факт, эта надпись исчезла и появилась, что все в Маловисковской центральной районной больнице нормально. А в здальном прекрасная макия, все хорошо, все хорошо. В сообщении вдруг все изменилось. В инфекционном отделении появились болеры, как написано. Ремонт провели, заработал цифровой и переносной рентгенаппарат. В больнице появились санитайзеры, как будто их не было раньше. В ближайшее время появятся тест-системы, пишет теперь официальная страница. Маловисковской больницы. Вот такое впечатление, что кто-то приставил пистолет к виску Писашева, это сообщение о помощи Маловисковской больницы, и ему пришлось переделать это все. И издание «Гречка», где это все увидел, задает вполне резонный вопрос. А в каком случае верить в Фейсбук странице Маловисковской центральной районной больницы? Я не знаю, но, как по мне, лучше проверить Маловисковскую районную больницу. Может, там такое же, как в Александрии. В общем, Маловисковская, если у вас все плохо, дайте знак. В России сходят с ума. Это, правда, не новость. Но коронавирус явно подействовал на мозг российских пенсионерок. Так вот нет никакого коронавируса. Это политика тобой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем. А вируса как не было, так и не будет. Во всяком случае, не просто во всем мире, а в нашей стране его нет. Мы сжигаем коронавирус. Наши кропивницкие КВНщики и «лигосмешники», как теперь называют веселых ребят, спародировали и от флешмобилей российских пенсионерок. Крамп, ты сегодня выиграл. Все страны закрылись от друг от друга. Да что ты натворил? Это не коронавирус. Это политика, придуманная тобою. Вот мы его сегодня разорвем. А вируса как и не было, так и не будет. Во всяком случае, не просто во всем мире, а в нашей стране его нет. Все, сжигаем его. Сжигаем его. Коронавирус. Освобождаем страну. Все, очистилась. Очистилась страна. Страна освободилась. Да. Это не болезнь, это политика. Политика, придуманная Трампой и Америкой. Зато доллар его. Перевернул все страны. Поднялся доллары. В ног на голову. Все, нет коронавируса. Сжигание фоточек коронавируса, понятное дело, подействовало, как и разъезды батюшек в пикапах по стране. То есть, никак. Поэтому, еще раз, берегите себя, мойте руки, носите маски в случае необходимости, носите перчатки и оставайтесь дома на карантине. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. Даже в китайском Ухане. Помните, все проходит и коронавирус пройдет. Будьте здоровы, берегите себя. КОНЕР Продолжение следует...